Я вспоминаю, как один совсем неглупый человек как-то сказал моему одному знакомому, там, открыл мой перевод и говорит, «О, у неё царство небес!» Какое кощунство! Да, во-первых, именно царство небес – это точный перевод с греческого, потому что там небеса, в данном случае царство небес, а во-вторых, почему-то, я не знаю почему, но, наверное, ещё в церковно-славянской, затем это перешло в синодальной, родительный падеж греческих существительных почему-то передаётся через прилагательное. Сын Бога по-гречески, царство Бога, царство небес, сын человека. Всё это сделано, сын человеческий, сын Божий и так далее. И одновременно говорят там, «Вы переводите точно!» Переводишь точно, и говорят, «Нет, это не нравится!» Но они же не считали, они же не знают, понимаете? Причём обидно, когда иногда бывают даже люди умные, интересные, образованные, вот они греческого не знают, они такое говорят, я очень от многих слышала, причём от людей с высшим образованием, даже с богословским, «Миром Господу помолимся!» Но это вот православие начинается, литуркия. Это мы все вместе, всем собранием, всем миром. Откроется греческий текст, это Ирена, в мире с Богом. Абсолютно другой смысл. А вот нету власти, ащанания от Бога, или всякой власти от Бога? Что значит этот текст? Ну, вы понимаете, в чём дело. Во-первых, это пишет Павел в 13 главе, письма о римлянам. Он пишет то время, когда все христиане ждали очень скорого прихода Господа. Вот-вот, вот-вот, вот-вот. Ну, не завтра, не послезавтра, но через несколько лет или через 10 лет. Кроме того, в это время здесь есть наследие еврейское. У евреев всегда они признавали, что не надо выступать против власти. Власть. Самое страшное без власти, самое страшное – анархия. Если будет анархия, если не будет власти, это в Талмуде сказано, люди перегрызутся, съедят друг друга. Поэтому, в общем, как бы даже плохая власть… Это порядок. Да, это порядок. Даже лучше, чем безвластие, чем анархия. Но, кроме того, Павел пишет в первые годы правления императора Нерона. При слове «Нерон» мы все сразу сдрагиваем, но дело в том, что далеко не знают люди, что первые пять лет Нерон был замечательным императором. Знаете, это очень похоже что-то… Ведь и Иван IV, еще не Грозный, он тоже начинал как замечательный человек. Нерон был учеником философа-стойко-сценаки, знаменитого человека. И люди радовались на троне философов, философ на троне. Добрый, мягкий, благоразумный, рассудительный. Рассудительный. И так далее, и тому подобное. Понимаете, все-таки там что-то произошло. Явно что-то с психикой. Хотя там и в его детстве были какие-то зачатки дурные. То же самое, что и с Иваном IV. В детстве тоже у него были какие-то такие зачатки. Но у него тоже были очень хорошие окружения. Сильвестр, священник Сильвестр, Адашев, которые ему помогали, они его оберегали. А потом он сказал, зачем мне нужно, чтобы мне кто-то тут указывал. Я сам, я самодержец. И тоже явно что-то произошло. Может быть, смерть горячо любимой жены Анастасии. Ну и, конечно, что-то вообще было внутри. Что случилось, может быть, по-другому. Этого не было бы. А вот сложились все эти обстоятельства. Вот, поэтому дело в том, что и еще возвращаемся к Павлу и к римлянам. В это время гонения на христиан со стороны римской власти не было вообще. Были гонения на евреев со стороны сплеменников. То, какие там гонения. Ну, преследования, оскорбления. Там иногда бывали и римляне. Но дело в том, что это было просто клевета. Римлянам говорили, вот они там то-то-то. Значит, они не признают императора. Чего только на христиан в это время не было. Что они, значит, людоеды. Черный пиар. Да, черный пиар. Ну, правда, христиане тоже, в общем-то, так сказать, недалеко ушли. Но, значит, они пьют кровь. Ну, понятно, да? Кровь христа. Да, да. А те лядаеды. Вот. Они не признают никакого царя. У них свой царь. А это значит, что они мятежники. Они хотят оттолжиться от государства. Вот царь, который придёт. Поэтому, когда потом загорел Рим, то, естественно, говорили, это христиане подожгли. Они же говорили, что мир закончится в огне. Всё, ну, пятая колонна была. Пятая колонна, абсолютно. Тем более, что, понимаете, Павел, правда, не дожил до того времени, когда началась Удейская война. Но ведь христиане поступили по завету Иисуса. не вступать в войну, уйти. Христиане не защищали Иерусалим. Христиане не защищали Иудею. Ну, кто они? Пятая колонна, предатели. Правильно? Вот. Если до этого, в общем-то, жили сравнительно мирно, и таких довольно консервативных христиан, а были консервативные христиане, брат Господа Иисуса Иаков, например, он был очень уважаем не только христианами, но и христианами, евреями, и евреями, не принявшими Христа. Они называли бы праведным. Потому что он был, да, он был таким достаточно мудрым, дипломатичным и достаточно консервативным. Не любили Павла. То, что Павел сказал, что можно без обрезания, можно без субботы, но сами понимаете, да, вот сейчас придёт какой-нибудь такой человек и скажет, там, для того, чтобы стать христианами, не обязательно крещение, не обязательно обряды, не обязательно хождение на литургию и так далее. Кто-то обрадуется, получите ликование, а кто-то ведь объявит врагом и так далее и тому подобное. Почему Павел говорит о том, что надо принимать, как почитать императора и так далее? Потому что постоянно было клевета, что христиане против, что христиане мятежники. И надо было доказать, что христиане лояльные граждане, что они настоящие лояльные граждане, что они не выступают против власти. И власть против них тогда не выступала. Вот когда были какие-нибудь нападки на христиан, всегда начиналось с того, что евреи, не принявшие Христа, не найдившие Павла, они там доносили прокуратор или так далее. Но когда им объясняли, в чем дело, то христиана отпускали. То есть христиане наоборот, римские власти очень часто защищали христиан. Потом, чем дальше, то будет все больше гонений. И даже странная будет вещь, чем лучше император сам по себе, тем сильнее гонения были. Потому они понимали, что христианство по большому счету и государство это нечто вещи не близкие, а наоборот. Тот же Марк Аврели, который нас так любят и почитают, он был одним из очень древностных гонителей христианства. Да, правда, он сам как-то не очень рвался, но он не предатствовал. Так вот, когда Константин приравнял христианство к другим религиям, но было понятно, что он, в общем-то, христианство ему нравится. Надо было видеть, во сколько на несколько порядков увеличилось количество христиан. Вы думаете, это люди, которые все так сразу поверили? Партия большинства. Партия большинства, да. Потому что явно император нравится. И можно занять хорошее место и так далее и тому подобное. Сам же он принял христианство на смертном адре. Хрестился уже, когда он умирал. Он уже лежал умирающий. Так что это все понятно. И потом было понятно, что чем ближе церковь к христианству, тем больше христиан. Вопрос каких христиан, формально или нет. Вот вы знаете, мне рассказывал человек, который занимал одно время очень крупное место, и он часто бывал до разных презентаций, где он должен был быть по своему положению. И там также часто бывал предыдущий Алексей Второй. Тоже как бы вынужденный быть на этой презентации в силу такой презентации. И он был скучноват. И он иногда подходил... Послание Федеральному собранию. Да-да. Он иногда подходил и вел разговор. Он узнал, что этот человек, надо же сказать, сын от Александровны. Что он верующий. В общем, ему как-то было интересно поговорить и не так скучно. И он сказал такую вещь. Я считаю, что церковь должна быть как можно ближе к государству, потому что люди будут ближе к Богу. Это ровно, я считаю, наоборот. Это ровно противоположно. Не будут они ближе к Богу. Вот смотрите, у нас же сейчас все осеняют себя крестным знамением. Я не говорю даже про замечательную Смечу Терешкову. Сами понимаете, у нее герой Советского Союза, у нее куча орденов. И сейчас она еще получила орден Андрея Первозванного, который вручает. президент и патриарх. Она писала до этого, что христианство это религия дураков, умалишенных и так далее. и тому подобное. Вы знаете, я бы сказала вот какую вещь. Она звучит, конечно, тяжело, но что чем хуже церкви, чем больше гонений, тем она больше является христианской. Вы знаете, что в Ветхом завете, когда народ Израиля попросил себе царя, потому что вокруг все народы имели царя, Бог был этим раздражен и не хотел. Но так как они его просили, он сказал, хорошо, но вы еще поплачете. И причем он сказал, что будет некоторое ограничение. он не должен эксплуатировать свой народ, он не должен иметь много коней, а кони тогда как раз в Палестине были редкими и дорогими, потому что это было военное животное. Он не должен быть очень богатым. То есть царь это может быть и хорошо, но на его плечи ложится огромнейшее ответственность. Время. Время, да, а люди забывают, люди полагают, что если царь, то в общем понимаете, как говорится, что хочу, то и ворочу. Первоначально были судьи, судьи не на нашем значении, но судьи это своеобразные цари. Даже книга судьи есть. Дело в том, что все древние цари одновременно обладали и судейскими правами, даже у нас, потому что президент может помиловать, вопреки всяким решением суда, суд может приговорить по жизненному, к расстрелу и так далее, а президент берет и подчеркивает, ставит свою подпись, помилование, он высший судья. И эти судьи были выборными. И только потом уже под влиянием окружающих народов появились цари. И цари, в общем, бог к ним довольно-таки никоим образом там значит, что царь это наместник бога на земле и он поэтому может делать что угодно. Это потом появилось у людей, не у бога, у людей. и они не у там они них них Продолжение следует...